В эфире наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина покинула свой пост, на котором проработала 6,5 лет. По ее словам, это не связано ни с какими скандалами, ее никто не просил покинуть место. Как сообщила Наталья Полосина, в телефонном разговоре с нашим корреспондентом решение она приняла самостоятельно. Предложили работу в Министерстве образования, это было только мое решение, ничего более того. А чем вы будете заниматься? Я буду заниматься общим образованием, дошкольным образованием, ЕГЭ, ОГЭ, ну и так дальше списком. А кто будет вместо вас там в комитете по образованию? Не готова сказать, но пока исполняет обязанности Андрей Генрихович Муля, там решается вопрос. С 1 января нового года некоторых работающих жителей края обяжут подтверждать квалификацию. Это касается тех, кто занят в муниципальных и государственных учреждениях. Знания будут оценивать независимые эксперты. Методические центры создаются по всей стране. Сейчас в крае работает 6 подобных отраслевых организаций. Для более плодотворного сотрудничества представители власти региона подписали соглашение с Национальным агентством развития квалификации. Система профессиональных стандартов, своеобразная экзаменационная площадка, где можно будет подтвердить квалификацию в различных профессиональных областях. Независимую оценку уже получило более 360 наших земляков. Теперь, по словам экспертов, эти сотрудники могут претендовать на более высокую заработную плату, и им будет проще выигрывать конкуренцию за рабочее место на рынке труда. Мы чего ждем от совместной работы? Это, конечно, эффективного развития инфраструктуры системы квалификации. Ждем и будем над этим работать. Совершенствование механизмов взаимодействия работодателей, организации профессионального образования, ну и, естественно, повышение качества трудового потенциала. Мы же продолжим. Уже совсем скоро, 18 апреля, в Барнауле состоится одно из важнейших театральных событий – премьера спектакля юбилейного, пятого по счету проекта «Большая сцена». Наша съемочная группа понаблюдала за репетиционным процессом. Стоишь с топором, как сама качаешь, а я хочу ее одеть. Так из бизнесменов, юристов и журналистов делают настоящих актеров. Репетиции участников проекта «Большая сцена» в самом разгаре. Как признались новоиспеченные артисты, работа в театре – тяжелый труд. Выступление на публике – это очень ответственное дело, скажем так. А когда у человека предстоит ответственное дело, естественно, присутствует волнение. Поэтому волнуюсь. Но ничего, думаю, мы справимся. Каждый из них успешен в своей области. И этот проект своего рода вызов самому себе. Совсем скоро премьера, полный зал зрителей, звездный час. Просто товарища позвал, попробовать решили. Интересно закончить этот проект, как получится, посмотреть со стороны. У нас такой спектакль смелый, на мой взгляд, очень яркий, очень эмоциональный. Поэтому жду, конечно, оваций, аплодисментов, подарков, цветов, ну и своего чувства удовлетворения и радости. Мне безумно нравятся наши репетиции. Мы огромная сплощенная команда уже. Как расправляются с нами режиссеры – это тоже отдельная история. Я жду премьеры с дрожью, потому что это впервые. Это интересно, это увлекательно. Александр Захаров, Андрей Печоркин. Наши новости. Олимпийский вид спорта для всех. В Барнауле прошли соревнования по бочу для людей с ограниченными возможностями. Необычная дисциплина развивается в крае уже больше пяти лет и с каждым годом привлекает все больше спортсменов. На состязаниях побывала и наша съемочная группа. 14 лет и уже в школе Олимпийского резерва. Роман начал играть в бочу только три года назад. Говорит, что этот неизвестный большинству спорт помогает ему тренировать меткость. А это, в свою очередь, приближает к мечте – научиться стрелять из пистолета. И не только. Для Романа первое место на соревнованиях – возможность встретиться со старыми друзьями. На соревнованиях почему ты хочешь победить? Потому что я в Левшкаралу поеду, чтобы встретиться со своими друзьями. Мы в санаторе были, в Кауке. Мы с ними познакомились, и они оттуда приехали. В Левшкарале встретятся уже чемпионы по бочу со всей России. Этот спортсмесь боулинга и керлинга позволяет выступать инвалидам всех групп – колясочникам, людям с ампутациями или ДЦП. Те, кто не может кинуть самостоятельно, используют вот такие рампы. Тогда спортсмен работает как артиллерист в паре с наводчиком. Правила простые. Каждый может кинуть по шесть раз. Выигрывает тот, чей мяч в итоге оказался ближе к белому. Не так-то это просто, как кажется на видео. Я вот уже сделал несколько пробных бросков за кадром. И для того, чтобы мой вот этот синий мячик оказался ближе к белому, нужна такая хорошая концентрация и чувство мяча. Сейчас попробуем. После такого броска напрашиваются эпитеты. Филигранный или ювелирный? Какой еще? Главное, в процессе игры понимаешь, спорт этот азартный, видимо, потому и привлекает. На этих соревнованиях выступило около ста спортсменов со всех крупных городов края. Андрей Дреяр, Николай Шилко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – Банк Восточный. А Ольга из бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. На всей территории края плюсовые температуры и ясно. Теплее всего в Рубцовске и Изминогорске. Там до плюс 16. В Камнинабе – 12. В Заринске – плюс 11. В Барнауле – восточный умеренный ветер. Днем – плюс 13. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Эти новости не только подробнее в вечернем эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова